Вроде бы кооператив работал хорошо, проценты мне переводили на карточку, но это исправно, регулярно. Ну в итоге что? Куда он делся-то? Ну якобы с нашими денежками уехал в Лондон. Якобы. Он увез денег порядка 160-180 миллионов. Здесь собрались вкладчики кредитного потребительского кооператива городской. Это женщины, в основном пожилые, несли свои спережения и отдавали в кооператив городской, чтобы иметь какой-то доход. Тот же депозитный процент. Наш руководитель и учредитель нашего кооператива Дубовский Сергей Анатольевич. Они зарегистрированы у нас официально 19 мая 2010 года. Я к ним пришла 19 августа 2010 года. Сначала я не доверяла, клала вклады на три месяца. Смотрю, кооператив работает. Тогда я уже стала на полгода оформлять. На полгода у них были хорошие проценты по программкам. И до 2018 года я постоянно на полгода оформляла. В 2018 году проценты немножко исказились, то есть они уменьшились. Я оформила на год. Как вы поняли, что вас ставили без денег? 5 ноября ко мне должна прийти приятельница. Она шла по улице Трубников и увидела объявление. Наш кооператив закрыт ввиду болезни сотрудников. Я говорю, это ерунда. Никогда такого не было. Если сотрудники заболели, он привозит из другого города замену. Вот и все. И каждый день стали наблюдать. 5 ноября этого года. Да, вот 19 года. А я была 1 ноября. Еще доложила 20 тысяч им. У меня небольшая сумма. Я принесла где-то 230 тысяч. Там первые проценты были хорошие. Порядка 19 процентов. То есть получается где-то со 100 тысяч где-то около 2 тысяч. В общем приличненько так получалось. Для меня лично это тоже были денежки. Это в месяц? Да. А какие суммы вносили? У кого маленькие суммы типа меня? Я слышала у кого-то миллионы. У кого-то ей 2,5 миллиона. Одна женщина говорит, лучше бы я квартиру купила. Вот в таком духе. Понимаете? По неофициальным данным, якобы нас, пострадавших кладчиков, порядка 500 человек. Порядка. 27 декабря в 10 утра в здании суда будет заседание. Заседание по поводу нашего кооператива. То есть банк. Центробанк. Центробанк пытается решить вопрос о существовании нашего кооператива, переложив всю ответственность на учредителей. А учредители это пожилые женщины, которые не справятся с этой задачей. Мы же хотим, чтобы сам банк выдвинул комиссию, которая занялась бы нашей проблемой. Конкретно эта комиссия должна проверить, куда вложены наши средства, в какие инвестиционные фонды, что с денежками, которые находятся в резервном фонде, кто у нас занимал эти деньги физические и юридические лица. И естественно продолжить взыскивать с них наши средства. Вообще у нас вклады были застрахованы. Ну, оказывается, что они застрахованы и не были. Якобы руководитель нам говорил, что все у нас застраховано, а взносы никакие не отчислял.